Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам 5 простых лайфхаков со спичками. Первый лайфхак из серии «Давай с парнём». Вы спорите со своим другом, что сможете скинуть спичечный коробок с 20 сантиметров так, чтобы он встал на своё маленькое ребро. Но как бы друг ни старался, коробок то становится на бок, то отскакивает и в итоге ничего не получается. Для того, чтобы поставить коробок на нужное ребро, нужно всего лишь вытащить внутреннюю часть коробка на 5 мм вверх. После этого действия, если вы кинете коробок, то внутренняя его часть самортизирует при приземлении. Тем самым коробок спокойно станет на маленькое ребро. Если внутреннюю часть коробка вытащить на пару сантиметров, то сбросить коробок можно будет из большей высоты. Если вы хотите удивить своих друзей, то оторвите от спичечного коробка черкала, сделайте его тоньше и сложите его пирамидкой. Положите на дно блюдца и подожгите, после чего ожидайте пока догорит. В результате на блюдце останется жёлто-коричневый осадок. Снимаем его и растираем между пальцами, в результате трения у нас появится дым. Его лучше не вдыхать, так как он ядовит. Ещё один трюк на спор. Предложите другу вытащить монетку так, чтобы спичка не упала. Разумеется, у него ничего не получится. А мы люди хитрые, поджигаем спички и видим, как спичка у нас поднимается, прилипнув головкой ко второй. Нам остаётся лишь спокойно взять монетку. Бывают моменты, когда ручка перестаёт писать и сел телефон, но вон срочно нужно записать чей-то номер. В этом случае зажгите спичку и пусть немного прогорит, после чего её сажи будет достаточно, чтобы записать то, что нужно. А если нет листа бумаги, то можно написать прямо на коробке. Если на обычную спичку надеть термоусадочную трубочку и затем поджечь, то такая спичка будет гореть гораздо дольше. И, кстати, затушить её тоже будет сложнее. И вот и всё, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами Влад Ютубер, друзья. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok